Эту доску не устанавливают, а сразу кладут капельник конденсата, и пленка уже приклеивается на этот капельник, под которым нет ничего. Она сама как бы выполняет роль жесткости. Для чего? Для чего? Смотрите, есть такой диван. Контрабрешетка прибьется. Контрабрешетка, безсомненно, прибьется, да. Но пленка, это не металл, она может как бы растягиваться. Если вы не уплотните место поперечное, где будет лежать контрабрешетка, то она со временем может провиснуть. Второй момент, что ветер, который постоянно дует в подкорной пространстве, он ее будет вот так вот колыхать. И, во-первых, звук этот напрягает людей. Это реально, это я придумал, у меня дома нет своего. Но заказчики такие, да, даже один из сотрудников ВИЛПа в городе Екатеринбург нам рассказывал, как он установился. Это что-то он не купил, это вещь ужасно бесит. Потому что она просто как бы постоянно шелестит там. Последний ТД, потому что вообще не будет, да. И не будет туда ни в водостолочку, ни на капель. Прямо отсюда лезет, потому что никто больше вентиляции не будет. А если мы так заложим, то вентиляции лезет. Смотрите, вот это вот на урлат, условно, да, на котором ты накрел? Да, вот по нейрозой. Вы имеете на нем и останавливаете? Нет, тут нет. Путчик там нет, делают и все. У вас такая практика, вы так и делаете, да? Нет, почему это в последнее время, вот в годы два такая ПТЦ пошла. Раньше, да, заводили, все, уличили. А сейчас, наоборот, стали лет. Вы знаете, у меня обратная связь с точностью данной обороны. Мне говорили, например, в компании Уник, все знают, что у них есть своя, как, большая база по, там, аналитике, по тому, как делали, что получили, да, вот эти все вещи. Идет сбор информации. Так вот, у них такая точка зрения, что обязательно нужно выносить, и мы тоже полностью с этим согласны. Потому что этот конденсат, он капает в подшивку свеса, и потом у вас сосульками из карниза выливаются, грубо говоря, сосульки на карнизе. И вы эту проблему потом изменить уже никогда не сможете. Стоимость вот этой полосы, пленку, которая от этого места, да, до карниза, но она смешная. То есть экономия на материале, она как бы бессмысленная. Планочка железная из обычного полиэстена, но тоже это недорого. Поэтому, сделав это, максимальный эффект получается. Стоимость небольшая. Так это получается только при том случае, если нет бюр в проблему. Если что? Больше ничего, тут вообще не играет никакой ролик. Если что в проблему. Если бюроком в проблему есть, давай, давай, давай. Если бюроком в проблему. Ну-ка зачем? Да, зачем? Конденсат на пленке, это что я понимаю? Два варианта. Конденсат, пожалуйста, вырезайте и делайте коня побольше. Ставьте вентилятор. И вы считаете, что от этого нету абсолютно никакого конденсата? Да, потому что мы сейчас в этом году столкнулись. Фасад, ненавидит пленк, вот по этой пленке все поднимается и на ней все виснет. Вот так взьешь, а с нее дождь вот такой течет. А если бы она уходила под кровельную, выдувала, бы ничего не было. И, кстати, ваш сын не смокрый. Вы помните, в презентации был слайд, на котором Миша показывал все конденсат. Это просто применять мембраны, как диффузионные пленки, то есть диффузионные пленки, как водозащитные обычные гидроизоляции, можно. Но по правилам этих самых водозащитных пленок, то есть нужна вентиляция. Фасад утепленный, знаете, фасад, фасад, он плохо утеплен, это поднимается вот на эту пленку, которая вот до этого капельника доделана. Она поднимается, там остывает. И вот на этой пленке, вот на этой всем пленке бьешь, аж дождь вот так течет. Вы имеете в виду, что у вас плохо утеплен фасад, и поэтому на кроме не надо делать, не связаны вещи. Плохо утепленный фасад и вентиляция не сделана в фасаде. Ну, вентиляции-то нет, нет вентиляции, с этого фасада бы уходило туда-надо. Не здесь должно выходить, не должно здесь выходить. Выходить должно ниже. В самом фасаде нужно делать специальные разрежения, кроме фасадного макияжа. Это не сделаешь никак. Не сделаешь никак. Почему? А как? А как? А как? Масса вариантов, я вам потом нарисую, покажу. Это точно, я вас уверяю, это точно так, можно сделать. Но давайте пробовать клеить. Кто еще ни разу не пробовал клеевого фасадного? Кто не даст, да? Кто-то думает.